привет друзья вы на канале удивительное окунево меня зовут дмитрий и вот мы в гостях моего друга можно сказать даже в каком-то смысле родственника внучатого кума знаете как говорят внучатый племянник то есть это там от бабушки как-то это в том смысле что он является крестным моей внучки крестил моего мою внучку в гостях у вайшнава дас он же юрий вишня вот пару слов я скажу о нем вступление такое что познакомился я с ним в 2006 году представьте как давно и это как раз вот тот человек который дал мне 100 тысяч денег 2009 году до на поездку моей семьи он даже забыл об этом когда я ему напоминал он ведь я уже не помню он тогда не был семейным человеком у него был какой-то манюсенький там точечка финскими красками он торговал и когда он узнал что мы хотим поехать в индию но у нас нет средств он просто предложил дима у меня 100 тысяч рублей лежит так представьте это 2009 год тогда доллар был по 30 то есть это сейчас как как 200 или 250 тысяч рублей тогда было 100 и по тем ценам это и он стопроцентного говорю и вот смотрите он сказал я хочешь дам тебе вот и вы поедете семьей а его юра эти не смогу там за один сезон отдать он да когда сможешь тогда отдашь это вот серьезно так было вот видите это о многом но многое говорить о человеке и еще вам скажу друзья полгода назад мои месяцы в моей семье произошла трагедия и юра когда узнал он сам предложил материальную помощь я даже не просил он сказал дима если нужно что-то и потом когда я уже обозначил там он без проблем хорошо сказал но мне я не воспользовался этим ну там по ряду причин но юра проверку выдержала на так что вот так это короткая такая характеристика в этом плане ну поехали друг мой мой божественный брат да спасибо за да за аванс за такой вот я думаю что на моем месте любой бы так не не любой юра сто процентов и вот смотри значит я все свои интервью сейчас начинаю с такой фразы как ты докатился до такой жизни вот что мы с тобой сидим сейчас в твоем доме загородном но не сказать что там сильно большой но и не маленький вот что ты из юры вишни превратился в вайшнавдаса у тебя там косичка специфическая на затылке как у всех дасов так сказать и не будем шокировать зрители допустим в отличие от от вами или у него был драматические события его судьбе в моей судьбе были драматически у тебя как-то все было гладко на по крайней мере но со стороны вот на мой взгляд я же тебе давно знаю вот я знал узнал тебя ищущим ты еще не принадлежал никакой конфессии все но настрою тебя был ищущего человека такого что то вот и у меня вопрос вот как ты до этого почему ты вдруг стал искать смысл жизни духовность какую-то ты из благополучной семьи вот мы кстати семьями дружим первыми я с юрой познакомился потом с его мамой ольга петровна и потом с отцом юрий ивановичем и потом с его братом олегом вишней с которым я вас попозже познакомлю и так юра поехали как ты докатился за такой жизни не знаю даже чего начать но наверное нужно немножко тогда отмотать назад будет вот это было примерно сейчас скажу год наверно в районе там двухтысячного года примерно ну то есть я просто жил как все его ходил там школу в институт не знаю занимался там всякими глупостями чем-то мне чем занимается молодежь в основном этот ну тогда то что-то конец 90-х 2000-х годы были ну да самый такой знаете после вот это вот как раз 98 год был кризис там доллар шести рублей стал стоить 27 да ну и какие-то вот эти события до внешне вообще какая-то такая разруха после перестроечная все равно еще присутствовал то не больше такого порядка может быть вот я закончил школу получается поступил в институт и как сказать но не знаю как у каждого наверное там молодого человека я как-то искал себя то есть в общем с одной стороны это все как-то по по течению то есть метал ну то есть родители предложили определенный выбор сделать то есть в пользу того или иного учебного заведения как-то сильно вот не погружался я тогда не не задумывался то есть кем я там хочу быть вот но как-то она там все текло и текло и в один прекрасный день я конечно там не помню почему что-то этому предшествовал но я вдруг понял что я не могу жить вот уже прежней жизни то есть меня вот эти вот ценности смысл жизни они меня не то что там не мотивирует не зажигать наоборот они меня стягивают то есть я уже не мог знаете как чувствовать какое-то вот это счастье от привычных вещей которые меня до этого вдохновляет на кровь на ровном месте произошло что резко или постепенно как но у меня не отложилось может быть именно такого круто острова да вот момента но я помню один день такой прям вот я знаете в таком молитвенно что называется состоянии прям там вот буквально там чуть ли не плачет взывал то есть я понимал что вот эту прежнюю жизнь она для меня уже ну то есть она действительно потеряна то есть у меня были определенные то ну может быть амбиции спорте какие-то там в профессиональном еще стезе я как-то не утвердился но еще раз подчеркну здесь больше такой кризис ценностей и вот кризис смысла жизни что было то есть вот это только это гедонистическая жизнь она перестала мне что называется это как-то отвести этот смысл но это жало похоже на депрессию да безусловно то есть если вот уже там как-то дальше развернулась то есть у меня полностью получается да выголопочилась под нога и фактически я вот эти свои как сказать привычные какие-то привычного образ жизни образ действия полностью оставил отверг то есть у меня начало меняться окружение то есть я начал действительно искать какие-то вопросы меня начало вот ну какой-то не столько может быть депрессивное состояние сколько вот но какое-то было внутри а такое чувство беспокойство сильно очень вот и на его фоне да действительно но меня толкала вот каким-то значит поиском смыслов я начал читать книги первого до этого меня за уши нельзя было притянуть я ни одной книги не прочитал сколько я учился там в школе ну то есть и там из-под палки меня невозможно было достать а здесь я уже начал как-то осознанно ну то есть а какие ранее он начал я вообще с каких-то таких знаете общих книг на тему там как типа а вот я помню первая моя книга такая была дэйл карнеги называл автор дэйл карнеги там психология влиянием больше но там у него была одна книга она называлась как избавиться от беспокойств и что-то и начать жизнь то есть на тот момент да действительно видимо вот это чувство такого как сказать кого-то отчаяния беспокойство но превалировала и я вот пытался от него избавиться ну то есть я какими-то вот значит внешними вещами она не помогала мне как раньше да там уйти в стакан или я помню что у меня какие были варианты заняться спортом там интенсивно а вот уже начал искать тогда знания какие-то это конец девяностых до этого да это двухтысячный год был то есть я закончил школу а как сколько тебе лет было мне было 16 17 лет получать я под 40 это ты ты резунчик юра но это с это с прошлой жизни стопудово зону я я да я не буду спекулировать но но так или иначе я больше то связывал знаете с чем то есть есть разные этапы в жизни да и вот есть определенное влияние планет и я потом смотрел уже когда познакомился с ведической астрологии с джотиш там был такой мне период в общем период раку поменялся на период юпитера но вот период юпитера как раз юпитер это гуру в нашей жизни вот какой-то начался осмысленный поиск нету без наработок с прошлых жизней этого не случилось миллионы людей тоже под этими планетами ходят на у них не происходит но гипотетически я не буду здесь говорится не не опровергать не ну вот начал ты читать да начал с карнеги потом что-нибудь там какой палка или там или что-то такое там да 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 у меня кризиса мистические дайте к потом различные да там такие какие-то около психологические значит там течение я активно начал посещать различные тренинги личностного роста вот на которых вот я отчетливо помню что эти специальные кстати вот этих специалистов порекомендовали мы потом к этому вернемся в деревне окунево а как ты вообще туда начал ездить это да это отдельная история получается что попало туда абсолютно случайно моего отца был друг значит он насколько я помню не помню как его зовут вот но у него там он купил дом получается в центральная улица туда в самый конец в общем не не как идти к то есть в сторону тюпа получается крайний дом там еще по-моему живет либо она учительница либо кто не помнит то есть половина дома но неважно а так половина дома это значит на зеленый зеленый разве да там двух квартирные дома квартира но хорошо на улице зеленая селена степку то это сейчас там дарислав жил какое-то время в той половине а потом сейчас московский валера живет там его может быть я близко ко мне напротив картики а короче вот вот все я да это на зеленое да я ну то есть вот там они как-то ехали говорит поедешь нам в деревню а я никогда не был в деревне ну то есть до этого как-то вот так осознанно но видим мы вот этот вот еще мы так сказать любопытство поиска я что-то новое там пытался как бы искать и ну то есть тогда не было речи о том что такая-то необычная деревня в крайне это не зафиксирую просто вот деревне все там далеко в общем где-то там муромцев ну конечно давайте да поеду ну понятно что у них там какие-то свои интересы значит там пьянки-гулянки вот они взяли там эти мужики что-то я вот первый первый раз и вообще не запомнил вот но и там был один мужчина его тут тоже сейчас не не за александр александр палыч не помню точно помню что александр называли вот он как раз на зеленом в противоположном конце жил и как-то мы с ним познакомились но плюс-минус там и вот ближе к лету а я тогда в общем что-то был бросил институт как раз вот на этой вот волне и не болтался общем и он не говорит а чё ты вот вроде как болтаешься приезжай ко мне в общем в окуне вы будешь мне там помогать по стройке вот и вот это как раз наверное было получается 2002 где-то год я значит приехал туда и и на тот момент ну то есть вот как-то я у него жил там работал получается и значит но уходил как-то вот просто по деревне там шлялся и знакомился с людьми с разными это те лет восемнадцать но тебя от восемнадцати до девица и танк один уже тогда ну вот мне что-то вот какие-то первые там азы условно там вот это как сказать местности да вот этот александр то есть он там был в общем по дереву резал в основу него была там к это хобби он там какие-то талисмальчики вырезал там амулетики их в общем продавал туристам у него такая была занятие но и плюс минус он там что-то то есть к нему какие-то гости приезжали вот и сейчас начинаю вспоминать не вы приезжали гости какие-то из города не парень по 1 1 1 1 да да все я понял кто и вот вот и вот к нему кто-то приезжал там какие-то разговоры то есть но я там у него там слонялся болтался где-то там в общем слушал что-то и значит знакомился с людьми вот я на тот момент насколько помню я там жил какую-то часть там а вот на выходные у меня была работа я возил туристов на алтай был сопровождающим вот и вот как-то я так прожил не помню сколько там наверно лет ну может месяц два-три вот поскольку я там строитель никакой был у меня там терпел когда закрываю глаза но общем потом это все кончилось что-то мы там или у нее деньги кончились я же не помню но смысл в том что вот у меня вот это как привычка туда ездить осталось то есть я там познакомился с ребятами с какими-то вот кого-то там из-за шрама узнал где-то я там ну я я сейчас не буду вошел он стал ходить нет но заходил заходила это не ровно что да да как будто мимоходом что-то кого-то в общем какие-то у меня там знакомства появились и плюс вот эти люди которые приезжали да ну то есть падину они какой-то значит ну то есть я что-то у них спрашивал поскольку я поинтересовался всем этим я в них что-то спал короче семена начали падать на благодатную почву да то есть это такое стечение обстоятельства определенное было что те кто в эзотерике в духовных делах они понимают что случайности не бывает ну да это нужно часто канализирую понимать конечно это все да безусловно были разные в общем книги там и кастанедов был я вот одно время очень сильно увлекался получается и вот какие-то вот эти почти все через него пришли ну такие прямо ну например была я помню там идея все общем нужно куда-то уйти там вообще ну такое знаете отречение отречение там и в какие-то вот эти значит эзотерические миры в общем все это меня конечно привлекало осознанное сновидение и там эти люди они вот эту почву общем подогревали всячески то есть там все что не дом да ты зайдешь и там какое-то свое направление поскольку я тогда еще но я не определился вот вроде там есть кастанеда вот здесь еще что-то то есть я ну так впитывал все знаете как губка мне было все интересно и вот там я познакомился я даже тоже сейчас к сожалению не помню имен я помню что это был китаец в этом по моему зовут фубин он цигун преподавал общем и какие-то там с ним еще были ребята и вот я помню одна значит там женщина говорит вот там но я тело рекомендую значит вот там съездить такому-то человеку он проводит такие тренинги интересные называются духовные странствия там получается за 7 дней или там но около недели в общем каждый день посвящен к этой духовной традиции и там ну то есть это окунь или нет это не в окунье но то с центральной части но ездил с этим с тренингами по сибири в общем чтобы в новосибирске по моему первый раз на алтае то есть у них такие группы выездные и вот он там значит за вот эту неделю каждый день там с какой-то определенной традиции посвященную вот я помню это вот уже на получать это 2003 год я начал эти но тренинги с какой-то регулярностью там посещать соответственно вот ну то есть уже там какая-то получилось более-менее там система до что называется то есть он мужик он профит козлов у него фамилия владимир козлов то есть он профессор был в этот или в ярославском там или владею я не помню где-то там общем профессора до психологии он там книги писал и видно что но такой он тоже практикующий там где-то буддизме он где-то еще что-то и вот такой общем от какой-то синтез сделан там свою школу основал ну она называется интегративная психология то есть где вот эти различные там в том числе практике вот этих традиций он как-то это интегрировал с психологией но интересно очень какой год это был но вот это где-то 3 4 вот это время уже ближе ко мне подбираемся да подбираемся но то есть я получается продолжал там что-то изучать вот работать где-то и значит ездить по этим семинарам но поскольку да я был не семейный человек то есть мне там ничего особо не обременяла то есть было время этим заниматься всем безусловно ну да спасибо родителями как-то так ну то есть сначала одно время крутили пальцем виска потом как-то меня в покое ставили вроде сильно не мешали в общем пить перестал ты уже тогда да 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 то есть спиртную то есть я нога ваку него как сейчас помню встретил просто вот один это по моим перед новым годом был просто сел в автобус а этот парень куда-то уехал и вот я у него должен был за домом смотреть в общем он куда-то в город там или что новогод я ну тогда вот этот автобус ездил только маршруток не было соответственно ехал автобусе там ну какие-то в общем там две женщины да я я не понял они там про откуда-то с тоже с какой-то тему таракани там приехали никого не знают ничего смотрю что-то переговариваться перешел до вылезли там на остановке там дубах и типа куда идти там но никого не знаю букву него часто да и я говорю о чем вообще откуда там куда да вот говорит мы там слышали что такая деревня вот приехали я говорю ну пойдемте я вот ну типа здесь задумал смотрю можете остановиться без проблем вот и как то вот и тогда еще я вот это вспомнил про вегетарианство меня так удивило я говорю да вот я тут в общем это давайте он там ну я начал что-то готовить там какой-то суп говорю вот там у меня есть консервы там в общем не угостились этот какая-то там оленина но что-то такое экзотическое в общем там с охотой какой-то мужик подстрелил я уже такой просто там тушенку не я как бы я буду тучу это вообще там такая ну типа пища божественная вот она бахнет на меня не не я не буду вот странные люди как они под мясо не едят очень подозрительно блюда у нас себе вы что там то есть да вот это вот такие общем семена которая получила вот в этом месте не обычно но и конечно там были разные вот эти вот походы мы ходили там наши то все вокруг обошли 0 и один там или с кем-то ну вот примерно так и познакомился так но я переезжаю значит в августе 2005 в окунева с семьей и мы с тобой знакомимся вот не помню в этом же году в пятом или в шестом вот я не помню но мы по зимой познакомились я примерно вот а если зимой значит либо с пятого на шестой и вот так да то есть я прожил там полгода где-то и ты помнишь где мы познакомились но был в общем дом я не помню напротив слонов какой-то дом он это сейчас садху это сейчас активный дом садху тогда он был страшный да 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 там бедные наши ты там делал на щели были что с дома можно улицу было увидеть даже и также костя ведерников ведерника да он сейчас это для зрителей мои говорю он продал свой дом в омске и уже много лет лет шесть наверно до 7 живет в индии в гоа ничуть да то есть его мечта сбылась он делает визы какие-то хитрые там на пять лет продлевает где-то учебные бизнес визы и живет там работает массажистом и вот он жил в том доме дом был убитый ушатанный я к нему пришел в гости мы сидели такой стол круглый был у него прям на полу да на полу на подушках сидели такая лампа красная висела низко с потолка длинная почти до пола и заходит молодой парень такой ну вот ты с кости уже был знаком на данный момент ты к нему как бы будем на к нему в гости пришли его там мы познакомились да у меня детали таких не запомнилось имеют там интерьеров но он примерно помнишь тогда да да и вот из таких помню ты потом к нам стал приходить в гости часто камней мы с тобой очень вели в банке в бане в моей болели на философские духовные темы разговоры ты слушал меня просто я думаю вот еще же не говорил рите слушай молодой парень такой всем интересуется и умеет слушать и слышать таких людей редко не перебивая ничего вот я говорю а мне только дали свободные уши я короче тебе дул выше все что к тому времени знал ты очень внимательно слушал и я тебе дал как бы вот я помню как начинающему что ли духовный путь я дал тебе в игре анастасия пома читать да да все ты прочел на всем на тот момент было или сколько их там книгу вот и ты заразился тогда идеей жить вне города где-то либо в деревне либо где-то вот эта идея зуб его воплотилась до бог у него ты там было время ходил вот а потом после этого ты все время стал жить у нас останавливаться почему-то ты уже упадена не останавливался не знаю как или мода либо он там короче уже либо он уехал либо еще там нет он жил долго еще он потом уехал не но видимо у него интерес там были другие немного вспоминаю ну то есть ты стал у нас хотя у нас было двое детей нас как бы четверо дом дом небольшой у нас две комнатки небольших но и потом мама твоя стала к нам приезжать любят мы познакомились мак и вот до сих пор вы приезжаете уже столько лет и останавливаетесь у нас там по моему один или два раза всего лишь ты уже когда семья была дети с их не да там гостином а так все равно у нас как бы не было у нас тесно вы как бы у нас и даже ладно у вас такое гостеприимство его радуши такой ну то есть на настоящем ну да я такого нигде не чувствовал ну то есть это тянет видимо естественно да ну вот так мы подружились то и потом уже брат твой стал приезжать уже там через несколько лет уже много лет можно сказать позже вот значит теперь я задаю это мы просто хронология событий как бы такая как в окунева ты оказался и вот как повлияло да вот эта деревня на на твое становление и дальше как ты стал вайшнавдасом 2006 году я тебя познакомил с вальмики кстати в интервью предыдущем с вальмики мы касаемся этой темы что на мастер-класс йоги я мы пришли вместе и вот ты узнал его и далее как дальше уже это без моего было контроля так сказать я вам не напомню это как это как раз шестой год видимо было там зима по моему вот он значит он произвел на тебя какое-то впечатление харизмой своей или как ты стал к нему на в омске ходить в данном то произошло в общем вот на этом как раз видимо это был его приезд я так понял что он до этого активно посещал вот этот ашин бабаджи да вот у него и получается бог у него окунева да прошу причине и вот эти вот значит мастер-классы да он проводил там по-моему была сначала какая-то женщина да а потом значит на горьк маха до приема шаги приехал мой учитель горит ее и он очень там крутой вот мы с тобой пошли видимо ты тоже тогда первый раз на него попал нет или да это наверно первый раз да 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 вот это масло поскольку у меня было все интересные тоже там было где он меня вызвал и стал гималайский но по моему да на втором этаже это было да 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 на втором этаже в ашраме баба значит значит мы с тобой оба книга ну вот он у меня как-то не то что там какой-то харизмой зацепил в общем он просто продолжил помимо вот этой йоги он говорит а я еще провожу как бы программы лекции ну поскольку я ходил вот в ваш рам на на ротина вечернюю значит он там в какие-то значит тоже часы там утренние или вечерние не помню сейчас дневные он готов есть программа приходите и было там вот похоже он там жил ваш рам или еще там где-то может быть и вот он эти программы вел и некий такой дал значит цикл лекций вот и мне просто запомнилась вот на одной но на лекцию то есть там значит по вачнавской философии он так говорил что вот значит в этот век нет другого метода кроме воспевания святого имени вот только значит мы воспеваем в общем служим а я ну как сказать поскольку это же деревня окна там каждый тому в общем каждый гуру условно даже раз то есть он будет там вот там наша правильно все все знают да я думаю вот думаю мужик вот он наивный там заливает только наверно приехал то я же не знал совсем но что-то вот в общем все равно вот эта философия то есть тогда как-то еще видимо не совсем разобрался но поскольку этом не мог все время деревне жить я там когда приезжал на за работа еще что-то вот у него там были программы вел значит и йогу в этом техникум музыкальной или училище было на лизы чайкиной вот там он проводил тоже йогу там значит и я как-то с ним в общем это но стал общаться общаться достаточно то есть регулярно приходил на эти занятия вот он там помимо значит хатха йоги он всегда давал в начале философию и как-то значит ну вот он потихонечку мне там диски какие-то стал от этого торсунова подкидывать вот и там но что то есть как-то он там меня все-таки это обратила меня вообще внимание и значит но постепенно я там потом значит не помню то ли он меня в этот храм привел хари кришна в омске которые общество сознания кришны не помню суть но то есть там уже иначе уже с преданных как-то где-то в городе встречать то есть но это зимой какой-нибудь это уже шоу то есть это все вот был достаточно плот то есть у меня не было такого что я там что-то узнал потом какой-то был перед ну там какая-то пауза то есть я прямо но ты уже разогнался да как паровоз но вот на тот момент я ожидал уже начал там вегетарианить это более осознанно и вот единственное что я сейчас нюанс такой вспомнил важный очень то есть до этого бога в гитаре прочитал лет 19 то есть не распространили книгу на улице именно в этом варианте говори так она есть да именно и на тот момент я еще как-то боролся со своими вредными привычками это был где-то первый там второй год и тогда еще но только все начиналось я запомнил вот эту философию просто сильно ну когда вот нужно в общем значит ну как-то отказаться от своего эго в общем посвятить себя богу служению и вот в таком невежественном состоянии я начал как-то это примерять на себя то есть я там уже там шел допустим в компанию до выпивать но это я делал там не для себя ну и не там поразительное такое чувство счастья испытывал ну и как-то это короче на меня повлияло вот я думаю вот старт тогда произошел на самом деле да сейчас вспомнил такой важный момент то есть ну понятно философия на там для меня было но вот эти вот какие-то мысли основные понятно я там мантру не снесел повторять сразу но вот сама вот этот как сказать что это тут знаете корма йога да то есть это тот но делать именно в таком сознании да то есть не не присваивать себе плоды для бога как-то от себя в общем любимого как-то перевести в общем на что-то другое я тогда помню даже ну то есть как-то так пытался применить но помимо вот этих вот невежественных вещей я тогда переехал бабушки у меня бабушка одна жила думал как-то ее поддержать ну то есть вот какие-то такие наивные вещи но они все равно то есть они как-то зарабатывала да 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 как то это все сразу почва благодатная юра была вот семена упали именно благодатную почву это я сто процентов все учителя восточные они все говорят что это с прошлых жизней наработки это просто у тебя будильничек прозвенел не сильно резко там в 16-18 лет у меня там в 37 или 39 лет прозвенел будильник резче чем у тебя ну да может быть не было какого-то багажа там сильно у меня но я сейчас вот начал нос воспоминания наклынули я помню все таки вот это чувство сильно достаточно то есть вот такое жгучее желание понимаете то есть ты не можешь жить прежней жизни и тебе очень хочется ну то есть как-то вот не тоже даже от любознательность ну там как это понимаете смесь какая-то там страдание любознательности потому что да вот шри кришна богат а страдание от чего какие у тебя были страда носа страдания на уровне вот на интеллектуальном то есть по ним ну то есть для меня вот то есть не было удовлетворения к это депрессия но дарни ты не получал радость от обычных вот и да 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 но я не мог уже жить как все которые молодежь там бухло секс там знаешь и где какие-то там тус тусовки да нет ни о чем ну пустые разговоры какие-то вот и поэтому здесь сто процентов то есть тоже это такой кризис определенный ну то есть я сейчас вспоминаю прямо то такая душевная такая боль определенная которая толкает на какой-то поиск удивительно но это редко когда вот так человек без какой-то драматизма без трагедии какой-то внешний постепенно как-то вот так вот неудовлетворение это вот такое в йога васишки описывается начало книги этой двухтомника депрессия рамы рама вдруг ни с того ни с сего упал в депрессию будучи 16-летним его перестали радовать все вот на ровном месте все то вот с тобой примерно такое же произошло ну вот начали с надо это мой принц сегарта да там будет будешь ахимуни он тоже да 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 зачаровал за разочаровал видел да но у него стресс от того что он увидел там коллегу там нищего вот это а ура вы просто вот на ровном месте его ну значит 2006 год не ты стал уже посещать храм да да я начал я попал на счет группу духовного общения там был такой там мы назовем там но старше старшего сна старший преданный в аномалии праву вот он как раз на тот момент развивал эти программы для молодежи то есть я там условно уже в такую группу попал где были молодые люди но плюс-минус мы были одного возраста и вот он значит но давал нам к это систематическое более-менее образование потому что на тот момент но вот в обществе сознания кришны но бы были книги да то есть но ты чего правопада он перевел на что-то богат ли тушим от бога там читаем че там риту но и другие значит книги они были доступны да но вот именно вот так чтобы там систематически как-то обучать вот такого еще я так понимаю это были только тогда снова то с ним бог эта программа разработала пару раз в неделю но чуть ли там не либо раз в неделю либо да там что-то два раза но что-то такое то есть какой-то такой light вариант то есть я получается то есть я работал там жил какой-то жизнью более менее там и вот значит было было образование то есть какая-то основа значит там практики более менее стабильные ну вот и все как-то развивалась в этом ключе то есть какая-то система начала то есть но какая-то картина уже более так вырисовываться стала но имею ввиду этой традиции я но я на тот момент я тогда сделал выбор то есть вот это вот может быть такая более вот эти мистические разные вещи то есть она к этому тянула да ну как бы и но вот более от это стройная что ли философия да там ведическая то есть она как-то я вот этот но противоречие для себя снял да то есть ну то есть что как-то смог это все синтезировать внутри то есть чтобы не было от этого противоречия конфликта и я тогда но тоже так сердцем больше принял этот путь я понял что ну то есть вот в тех вот традициях да они меня привлекают но может быть и чем-то даже сейчас привлекает какие-то аспекты вот этого мистицизма может быть вот это вот какой-то аскезы там пути вот этого духовного вот но я действительно понял что но вот сейчас наше время очень сложно следовать практиковать особенно когда вы живешь миру да то есть на тот момент может быть помнишь мы с тобой тоже сталкивались с этим с последователями лая йога да по-моему с вами вишну дев да 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 вот этих людей встречал но я видел как они на самом деле такие садхаки серьезные то значит у них даже видно как стеклянные глаза таки я так еще ну то есть они вот это практикуют как будто тут сказать отстраненности вот видно как люди там ну то есть каждая традиция накладывает какой-то определенный определенная все время он смотрел в глаза и видел что они такие как бы какие интересно очень энергия от них идет но это меня не привлекало как вот а здесь да здесь я я увидел людей этих которые практикуют я видел что они у них есть вот этот как сказать у них есть счастье во первых да от их вот от их практики они чувствуют счастье есть осознанность ну понятно что он там как на в каждой наверно традиции есть разные значит уровне там преданы вот или но последователи то есть мне вот повезло я там встретился с людьми которые но долго практиковали и достигли вот какого-то результата значит ты уже определился четко что это твое уже в 2006 или это уже седьмой не надо точно на это где-то было да уже там 2007 8 ну то есть на тот момент я переваривал все что это смогут за эти то когда начал практиковать постоянно практиковать и начал это что седьмой год постоянно джапу то есть я начал да и она длится до сих пор да конечно ничто не меняется в твоем расписании единственно там ну плюс-минус какой-то там поездки куда-то да и все равно ты поездки все это не конечную практиковали ты не пропускаешь ни один день уже много лет ну да больше раз про дежу с удалось и ну там года может болезнь какая-то это для всех там может быть то есть практически это 14-15 лет ты уже ежедневно ну понятно что с рада сразу может быть как сказать интенсивностью но вот именно вот тот начальный период потому что но такая практика интересно то есть там можно как говорится и там миллионы лет там от все повторять да тут тут же важно как ну твой к этом концентрация и вот ну что называется мотив твой то здесь такая не совсем ну что ли это кажется что все просто там повторять а вот у нас есть дальние повторяя там харе кришна и будь счастлива вот но очень много нюансов да то есть как ты повторяешь когда да 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 настроение да там насколько ты внимательно повторять а самому там продавать да вот это как раз про меня сейчас я может быть если к вы будет интересно что-то ты спросишь я расскажу да 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 потом значит и вот когда ты получил духовное имя и к и как ты к этому пришел а и вот смотри ты пришел в храм значит 2006 году тогда уже были мало молодежь которые жили в храме то есть монархи которые уже были до тебя не возникало желаниями нажить в у меня возникало вот почему ты не стал жить в храм была группа в общем ну там скажем так они не жили небо условий то есть вот часть молодых людей которые были с группы кого-то отправили в москву жить вот но поскольку я работал да и на тот момент я жил с мамой как тот у меня была такая привязанность и обоюдно там у нее ко мне то есть она там беспокоилась куда-то там вляпался короче она видела что чуть тут не то что я там стою общем рано да там она там рано уходила на работу еще раньше вставал к нам что-то практиковал в общем она беспокоилась сильно но она и к нам же стала приоритет из-за того разве узнать что мы за люди по кому там юра приезжает что это за семья такая да и в общем но тот ряд причин то есть не было там в омске сначала вот это вот но наши условия рамачарь ашрама то есть их отправляли куда-то в другой город то есть я учился работал одновременно то есть мне нужно было все оставить ну и поскольку там была ситуация то есть но семейная ну именно я имею ввиду что это маму как-то более-менее там пытался поддерживать в каких-то вопросах как-то я общем не решился но понятно с этим и значит насчет имени когда посвящение произошло это произошло это в 12 двенадцатом году воды получил посвящение его милости читая вчера на праву но как тут в омске получил или или я это была такая незабываемая поездка мы ездили в боровой в казахстане вот там такой ну как то было и по моему это был июль насколько я помню такой необычный день очень бывает он тоже такой знаете как то есть там вроде там и и солнце да светит ливень прямо мы на какой-то остров пришли там вот этого значит ведическая церемония этот обряд там посвящение ну там сначала там все постятся получается кандидаты до до этого там какие-то но определенно там но собеседование проходят вот и значит сама сам этот ритуал когда значит ученик он дает обеты духовному учителю что будет следовать вот этим вещам до конца жизни то есть повторять не менее 16 кругов серьезно вот да и четыре принципа соблюдать получается не есть мясо рыбу яйца не употреблять значит интоксикации там алкоголь кофе чай и так далее значит что там не играть в азартные игры и от половые отношения вступать незаконные но только в браке там для зачатия детей в идеале вот но на тот момент вот как раз это важно что я был в индии уже два раза ездил и вот в одной по моему то в первой поездке я там вот с будущей женой познакомился как раз и в двенадцатом году я уже был женат получается и как сказать а у меня жена уже надо давно до этого получила посвящение в общем у меня так это ну в общем там эти наши там наставники старший говорит ну чё ты там типа это у тебя уже жена там в общем этот браманическую инициацию получил но тогда там пуджаре было в храме то есть она круче тебя до что типа как ну ты вроде это сильно отстаешь да я общем надо как-то но меня то знаете там вот папа этот положено гордости меня я не то что я конечно там не ни в коем случае не жалею но и конечно это было осознанно я считаю что я уже практиковал какое-то время сколько уже получается ну да год четыре там примерно ну то есть тоже там по образованию получил вот и в нашей традиции важно чтобы был на духовный учитель потому что как вот считается что дает святое имя как раз гуру дает святое имя то есть он там тебе значит мантру ну второе посвящение он тягает и значит дает на двух а в это он дает те четкие святое имя ну и вот и как бы вот это имя здесь как не важно как бы вторая часть имени больше даст даст то значит слуга там бывает там какой кришна даст да там но это не значит его кришна зовут то есть ну тут значит но чтобы такое раз раз тождествление поле произошло определено вот так это работает вот и теперь значит хочу спросить тебя вот что для тебя значит ок у него вообще и ты стал реже приезжать но это из-за бизнеса кстати забыл сказать в самом начале что юра сейчас бизнесмен довольно успешный пупупу и он совладелец двух компаний это вито и пекарев и к правильно я сказал да да есть счетом третья компания делала то верить и директор я гуглил они есть выходят там все там ваша продукция там ну то есть есть в интернете все это дело значит и вот ведут твои занятости ты и семейных обстоятельств все двое детей маленьких там соответственно тяжело дорога 250 километров а томска ты стал приезжать реже в окунево но по-прежнему приезжаешь из со старшим ребенком приезжали вы уже после родов там где-то уже года через два наверно как года два было даяние вы уже опять стали у нас останавливались там все это хорошо было значит почему тебя по-прежнему ли тянет в окунево что для тебя окунево значит как как ты чувствуешь эту деревню действительно ли она особенная вот не для меня навсегда будет особенно вот чтобы там не говорили в общем ну для меня это место где она мне ассоциируется конкретного с духовным там как традициями разными то есть но с людьми с очень интересными вот это всегда возможность такая ну как выйти значит из там из обыденного какого-то своего там графика да в общем окунуться вот эту вот в атмосферу духовность но с кем-то может быть там по взаимодействовать познакомиться пообщаться в общем но это всегда вот такое для меня останется место где я могу как я слышу такое слово приехать там зарядить батарейки до духовные батарейки вот вот я не могу сказать да что там как-то я именно ну ну то есть какие-то там духовные у меня знаете такие сильные там переживания начинаются когда или там мистические какие-то значит там видение когда приезжаю в у него нет такого нет просто здесь больше вот такое чисто знаете как ну то есть там человеческие какие-то отношения вот у меня привлекают ну хороших конечно природа хорошая вот а какую-то ты энергетику ощущаешь там комфорта какого-то что тебя пространство принимает ты не чувствуешь что ты куда-то чужое место вот есть такое не никогда не чувствуешь что там был был такой момент один интересный то есть это еще когда в первые разы прижал я обратил внимание что там ну такое такое знаете как это шанти да то есть умиротворение такое в уме наступает вот вот там останавливаться этот внутренний диалог обычно ну то есть как бы он так немножко затихает вот такой интересный пусть эффектом был вот сейчас я как-то но я давно не было я уже месяц сейчас сложно вспомнить но вот в первое в первое вот особенно приезда то очень так и ну четко явственно я это ощущал но это даже и там не начиная каждая дабы под я суета там до достаю 100 процентов сто процентов вот как ты думаешь многие люди вот мои зрители подписчики под впечатлением вот моих видео там своих коротковременных приездов там других видео ведь видео окунево полно там река лес красиво все они хотят переехать там вот мне пишут я хочу жить в окунево там что вот как ты относишься к этому вот именно к таким импульсивным поступкам вот там бросить все в городе переехать именно в окунь вот как ты думаешь не но мне это близко я говорил что я сам как бы но был настроен очень решительно особенно после книг вот это миграя дата анастасиевцев в общем как-то вот меня это прямо идея очень но импонировал но она мне до сих пор действительно я поселился за городом вот в этом есть конечно но то есть такое ну как на эмоциональные знаете здесь надо смотреть но какая ситуация у человека то здесь но такого универсального рецепта не будет вот например у кого-то действительно то есть такая ситуация в жизни может быть но ты еще чуть-чуть да там он на ком-то и на какой-то грани стоит а вот он продолжает нам идти своим вот этим вот путем да ну где-то там не знаю какие-то там безбожием или еще не знаю там на допустим принимать какие-то дурманящие вещества наркотики да тогда может быть и есть смысл там взять допустим рубануть да там и и приехать вот я уж не знаю насколько там навсегда они навсегда так а у него что ты думаешь не принимают не принимать но выкивал как или что-то но понимаете понимаешь как здесь все равно то есть я считаю то есть если он уже из какой-то у него есть вера понимаешь тут тут важно что то есть такое намерение да то есть и вера то есть человек чтобы ему что-то изменить да ну то есть внутри поменять сложно вот что-то сразу взять и поменять и он он пытается поменять какие-то внешние обстоятельства он думает что сейчас изменю внешние обстоятельства и у меня там, ну, допустим, я достигнет своей цели, там, как-то поменяется или там что-то внутри тоже поменяется. И здесь, ну, здесь в этом есть смысл определенный, то есть действительно, ну, когда мы меняем окружение, наши люди какие-то там, ну, не знаю, место там, жительство меняем, это все может сработать, факт. Вот. Но есть и вторая там сторона медали, когда мы пытаемся там, допустим, мы бежим от себя, да, говорят, что вот человек, он от себя выглядит, он меняет там, не знаю, города, там, ну, там, не знаю, партнеров меняет, работы меняет, но все равно он вот эту, как сказать, пустоту там, или там свою какую-то... Своих демонов все равно притащит его к нему, внутренних. Свой ум, свой ум притащит не под колокольчиком. Ну, вообще, я вообще, ну, вот, как сказать, я это исповедовал, вот этот первый, как раз, путь, даже не то, что сам, я туда людей переводил, ты, может, помнишь, как мы познакомились? Я туда привез вообще... Да, 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 девушку. Да, девушку Романа, там, наши общезнакомые, знакомые, вот, у которой была там жесточайшая депрессия, то есть, вот, но ей, ну, я не буду там, наверное, рассказывать эти драматические события, но, в общем, ей это, ну, как сказать, только хуже стал. Или там, вот, я своего там товарища перевозил, там, Кирилла, помнишь, да? Да. Ну, то есть, тоже... Тоже только хуже стал. То есть, да, то есть, он-то, ну, как-то, эти люди, они... То есть, у меня, вот у меня наоборот, ну, произошло, то есть, я туда приехал, действительно, я смог, там, за счет общения с тобой, там, с другими, значит, жителями искренними, там, последовательными своей традицией, как-то вот это вот впитать и измениться. А вот, допустим, кто-то, нет, кто-то он и вот в этой, как сказать, в деревне, казалось, там много вот этих хороших вещей, он все равно, как ты говоришь, там, примыкается к какой-то там, в общем, тусовке и начинает, значит, свои вот эти грязные делишки дальше. Помнишь, что в Альмике сказал в интервью насчет этого? Он сказал, что если человек приезжает в Окунево не готов, вы, духовно, он начинает либо пить там, либо, я таких очень много знаю, который человек приехал такой весь, как бы, в каких-то идеях духовных, в возвышенном настроении, с годами бухать начинает там, и все, скатился, и по-прежнему там живет, только уже там пьет, все, в Альмике же так сказал, либо начинает пить, или принимать какие-то наркотики, там же, все, чего угодно в Окунево, и либо выезжает, если он не готов, вот под импульсом каким-то приехал, то есть это не все однозначно с этим переездом. Так же центов, 100%, поэтому я бы рекомендовал, если кто-то хочет, ну приезжайте, поживите какое-то время, 2-3 дня, ну, то есть вы не поймете место. Ну, говорят, неделя там, да, там, 2 недели, месяц. Ну, хотя бы, хотя бы, да, то есть, ну, потому что, ну, переезд, это очень серьезный шаг, то есть нужно понимать, да, что там не будет у вас там работы, да, какой-то, то есть поддерживать, как вы будете поддерживать себя, то есть здесь нужно очень разумно к этому, ну, подойти, просто там все разорвать, ну, вот есть люди, если там есть, не знаю, у вас какой-то там счет, там в банке, там какая-то подушка, вот, или там, вот я знаю, что у многих там, допустим, еще в тот момент кто-то там в Москве сдавал квартиру, да, и он ездил в Окунево, Индия, там, что-то, ну, то есть. Да, 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 так можно, да. Вот, а если у вас там семья какие-то, ну, обязательства, то есть, ну, здесь нужно очень так, осторожно. Взвешенно все это подходит. Да, да, да. Так, ну, мы, значит, по Окунево, по твоей духовной трансформации, вроде бы так прошлись, теперь я хотел бы остановиться на каком вопросе. Ты из, как мелкого предпринимателя, продавца там, точка маленькая у тебя, где-то ты прилавочек какой-то арендовал и финскими красками, потом, я знаю, ты стал, это как назвать, когда ты продукты предлагал там. Торговый представитель. Торговый представитель был, да. Да, по найму работал. Постепенно ты, да, по найму работал, потом ушел там, свое дело, стал тем же заниматься, перекупать, то есть, еще ты не был производителем, да. Вот, и как-то пошло-поехало. Ты, для меня, ты трудоголик, человек, который любит, умеет и любит работать. В отличие от меня, я лодырь. Вот, и действительно, здесь ты, как бы, попал в струю и своим, ну, я не знаю, энергией, напором, вот ты вышел на вот этот уровень, который сейчас, у тебя хорошая машина, крузак, вот, дом здесь, там, квартира в Омске, в городе, дом за городом. И как ты находишь баланс, вот, между духовностью и бизнесом? Ведь, допустим, яма не яма, да, яма это, там, не насилие, не причинение вреда, это не значит, там, ты взял ящерицу, убил, это не причинение вреда, как я понимаю, это также взял, наорал на кого-то. Это тоже, это причинение вреда. А как вот быть бизнесменом, на которого трудиться? Сколько там людей на тебя уже... У нас это больше ста человек, да, в компании. Вот, больше ста человек. И мы знаем, что, как бы, кадры решают все, то есть с людьми тяжело работать, это... Да, это факт. Вот, нужен подход. Как вот это все сочетается и помогает ли тебе Кришна, Харе Кришна, или как-то наоборот, тормозит, если бы этого не было, у тебя бы там, типа, руки развязаны, ты бы еще круче бизнесменом стал. Я объясню, невнятно немножко сформулировал. Нет, я понял, понял вопрос. Он действительно важный, он там многих интересует. Вот, я нашел ответ, ну, как бы, нашел в Бхагавадгите и также вот в книгах там наставников, которые, ну, как-то они вот адаптируют это знание, объясняют. Вот, и я не хочу там, ну, какие-то, может быть, там какую-то лекцию читать или там заумно что-то рассказывать. Ну, достаточно все просто. Вот, понимаешь, как? Вот мы рождаемся, да, у нас уже есть какая-то наша, ну, психо-физиологическая, значит, вот эта вот природа, да. Ну, то есть, наверняка ты слышал про вот Варнашево-Дхарма, Варна, Варна, да. Варна, это вот наша как раз вот природа, да. Что мы там вот делаем, условно? С чем мы рождены, с какими задатками? Есть даже там ритуал у ребенка, значит, по сторонам света там, по-моему, четыре предмета размещают, там оружие, деньги, книга и какой-то, значит, инструмент, да. Ну, то есть, вот, четыре Варна, есть Брама. Вообще маленького ребеночка, да? Да, да, да. Ну, вот мы там детям с ним делаем. Значит, книга – это Брама, значит, оружие – это Кшатрий, деньги ваши, и, значит... Ну, кто не понимает, Шудра. Шудра – это работник, Вашью – торговец, Шатрий – воин, Администратор, да. Да, и Браман – это ученый, там, священнослужитель, там, ну, такое. Да, 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 и здесь вот примерно то же самое, то есть, не то, что там я там, как сказать, сам себе определил Варну, потому что сейчас очень так все достаточно какие-то смешанные вот эти природы, потому что такой термин, там, Варна-Санкара, или вот такой, то есть, мы все, у нас нет, вот, может быть, там, каких-то династийных вот этих семей, их единицы после вот этого, значит, советского нашего прошлого, вот эти вот все династийные там профессии, они как-то, ну, так, значит, всех там под одну гребенку когда сделали, то есть, у нас не было там каких-то купцов, да, там, ремесленников или там ученые, ну, ученые были, но так или иначе, да. И вот получается, что я просто понял, да, что вот занимаясь там вот бизнесом, да, это не противоречит прежде всего моей природе, да, вот я опять сошлюсь на Бхагавадгиту, то, что Кришна говорит в Бхагавадгите о том, что лучше делать, исполнять свой долг, пусть несовершенным образом, чем там вообще совершенным, чем совершенно, но чужой, вот, вот, да. И поэтому я до этого пытался как-то вот больше, ну, заниматься духовностью, отрекаться, то есть, у меня вот были эти идеи, там, что надо там в деревню ехать, и все это, короче, все это иллюзия, это майя, это материальная энергия, она, значит, ну, отвлекает, там, стаскивает у нее, значит, вот такие вот функции. Вот, но вот наблюдая там за собой, за своей жизнью, практикуя, я понял, что вот эти вот, значит, ну, наша природа, она же дана нам тоже Богом, зачем-то мы же вот такие вот появились, да, с этими склонностями определенными, с задатками. И я понял, что в этом и есть, ну, как бы, вот смысл и предназначение, да, то есть, мое, если я это могу делать, да, там, допустим, организовать бизнес, какие-то, значит, проекты, да, там, ну, осуществлять, направленные на, ну, какой-то заработок, то есть, я это просто смог, опять же, вот синтезировать, так, как я до этого говорил про вот эти духовные традиции, также я вот для себя смог найти ответ, то есть, для меня, вот, тем, чем я занимаюсь, это мое некое есть такое, ну, как, может быть, конечно, несовершенное, но вот такое служение, да, там, обществу и в конечном итоге Богу. То есть, я понимаю, если я, ну, вот эту свою природу раскрываю ее, значит, выражаю таким вот образом, что я зарабатываю деньги, ну, у меня что-то получается, какие-то проекты делать, я пытаюсь это связывать, ну, можно связывать по-разному, да, опять сошлюсь на Бхагавадгиту, то есть, там, совершенный йог, да, он там думает 24 часа в сутки, в 12-й главе описано, что, значит, практика йоги заключается в том, что мы 24 часа в сутки, значит, думаем о Боге, Ему служим, вот, ну, а кто-то этого не может делать, и он должен, там, исполнять правила предписания, то есть, вот, значит, рано встаем, у нас есть определенный, там, режим дня, значит, когда-то мы, значит, занимаемся духовной практикой, когда-то мы работаем, это, к слову, о том, что, ну, помогает мне или не помогает, конечно, помогает, то есть, у меня есть определенная, ну, то есть, садхана, то есть, я, там, стараюсь вставать рано, утро посвящаюсь, значит, духовной практике, какой-то, там, значит, часть времени я занимаюсь спортом, ну, чтобы поддерживать тело, это тоже, то есть, тело нам дано для того, чтобы мы его, ну, как сказать, это наш инструмент определенный, который мы можем, вот, осуществлять нашу миссию, и значит и третье это плоды труда да то есть мы трудимся да вот зарабатываем деньги там или там что то что мы еще делаешь руками делаем хорошие мы тоже должны посвящать богу вот и в этом есть я вот на вижу совершенство жизни то есть когда мы можем все задействовать не только вот эти знаешь какие-то там но часы потому что у семейного человека у него очень плотно да то есть там маленькие дети так еще что то то все очень плотно и если мы будем вот как сказать некий такой знаешь думать что сейчас я занимаюсь да сейчас я служу богу там не знаю там практикуя асаной там или там какой-то духовно там праная мы делали там повторяю там молитву это мое служение а вот потом я это заканчиваю до выхожу там за ну там за порог или там если в храме то не то там уже тут в общем это все иллюзия это там как-то это меня в общем отдаляет и на самом деле тут такое очень опасное состояние если мы не можем вот этот интегрировать да вот эти две как бы стороны то есть это прямые методы да их назову но это практики до духовно а есть косвенный вот вот наша вот реализация нашей вот этой природы это косвенный такой способ но он очень важен потому что если мы но не будет вот как стать 2 все-таки во втором мы также можем и утверждаться ну как сказать каких-то нашей практике то есть у нас там возникают разные ситуации как ты говоришь там сорвемся мы там дано рада рада это скажем мы неправду да там где-то в каких-то там ну не знаю обстоятельствах или обманем и кого-то или там но бизнес такая же такая штука рада вот тут нельзя и плюс в нашей стране еще накладывает свой адам ну то есть там дашь ли ты взятку дашь еще что то но здесь и здесь каждый там я тут не хочу там никого призывать там каким-то конкретным действиям вот каждый уже там разбирается сам как то или иной ситуации поступать все очень индивидуально здесь все таки время место обстоятельства очень играет но в целом вот основная моя идея чтобы мы ну как конкретно я точнее на своем примере понял что нужно вот все таки вот эти вот косвенные наши нафиг методы это занимать свою природу свое значит предназначение дхарма в служении но тут просто там то есть жертву деньги да там допустим на какую-то богоугодное дело дата может если там условно вот я как сказать если я могу там я какой-то сам проект делал допустим я этот проект начал да там с поселением но вот тут такие вещи достаточно они вроде как бы тривиальной простыну вас поселением вот здесь в этом сосновке вот этот район где я помню ты на себя взвалил это несколько лет назад еще дом не был построен ты говорил я уже не раньше взялся за это все но в итоге все вот как то реализовалась и подтягиваются люди потихоньку как-то ты сумел все таки это сделать но как вот я же еще повторю ведь есть же понятие боязнь греха да вот сейчас же почему в мире вот этот бардак потому что люди перестали греха бояться на самом деле люди не боятся греха вот у тебя же ведь бизнес также вот повторю вопрос опять с людьми работа контроль даже если ты оскорбил человека там в полу это что же грех в той или иной степени вот как у тебя здесь или компаньон допустим твой вы я знаю вдвоем он духовный человек или мирской ты может быть эту грязную работу не вовсе перевалил людей там строить но как в этом то части ну как во первых человек да мой партнер он тоже духовный человек вот он еще раньше чем я там познакомился с ведической традицией сейчас он христианстве правда развивается вот ну то есть он строгий викторианец там но он православие да да православие у вас нет конфликта какого нет у нас конфликта нет наоборот как-то вот ну то есть у нас такое взаимное уважение о это судно рога не и по поводу да есть определенное разделение да то есть но я занимаюсь больше коммерческие вопросами развитием компании вот он больше производственными административными то есть мы поделили скажем так с нашей там сферы влияния но не знаю что я где-то я там ну не могу там на кого-то наорать или он там да там говорят все время орет из такого нет тут наверное больше вот исходя из из обстоятельств опять же все это происходит но основные как то есть какие-то совсем там тяжкие но там отягчающие обстоятельства там греховные действия допустим там мы никогда не будем заниматься там те что будем продавать там алкоголь да там наркотики там мясо рыбу ну что-то или некачественную продукцию вот это это важно потому что как сказать здесь соответствие заявленному там на упаковке вот чем сейчас многие занимаются фирмы здесь по-разному я знаешь это ну как не скажу что мы прямо там супер там супер качество да там именно что мы там лучше всех делом я здесь не могу такого сказать что мы так на пути да то есть мы развиваемся мы производством занимаемся меньше трех лет вот и всякое бывает то есть но иногда там что-то у нас не получается вот я имею ввиду там по качеству ну то есть мы в процессе в таком хорошем смысле слова здесь я имею ввиду что есть вещи вот именно которые но они явно греховно то есть если человек если мы будем там ну допустим делать не нагида котлеты да там с мясом да то есть это полностью противоречит там принципам вот или водку продавать вот этим и заниматься точно не будет даже то есть если у нас станет выбор там так или так но я по крайней мере за себя говорю что однозначно скажу лучше там допустим это так сказать ну чем-то другим заниматься идти по найму работать но я понял да милостыню в россии вот в моем понимании грех это не только это но это даже если компания обманывает потребителя тем или иным образом то есть несоответствие вот я повторю заявленному на упаковке там например написано что у вас там там оливковое масло а его нету там там это пальмовое масло не скажем что происходит часто там молочки молочной продукции где-то там майонезе вот вот это тоже грех моем понятии хотя она слава богу нет таких ну как сказать что ли таких каких-то мол то есть мы молочку не делаем и нет такого соблазна ну хотя я понимаю чем идет речь вот безусловно да то есть каждая компания она там но пытается излечь максимальную прибыль а иногда конкуренция жестко да иногда на борту я в свое время во многом это было из причинка что я оставил все-таки предпринимательскую потому что я захотел вот это яма не произнесение вот так же как пять предписаний не произнесение лжи не причинение вреда не присвоение чужого то есть не воровство и вот не произнесение лжи как бы для меня это я понял что невозможно заниматься бизнесом у нас по крайней мере в россии чтобы так или иначе ну то есть я вот в этом категоричен но здесь каждый находит как бы для себя какой-то компромисс где-то да но у меня вот так произошло не дай бог я надеюсь что что до что то что и как у нас компании так и в других там сферах что ну вот эти вот качество не будет снизу потому что действительно там если отмотать допустим там не знаю на 300 лет назад то что было самого-то было слово да там купца то есть он берет а вот не не было никаких договоров до разбеса меня стало я там деньги тебе отдам тогда то значит он отдавал на этом вот это да это важно ну честь какая-то да всегда была так слово ценилось ну я вообще-то вижу что кришна тебе помогает значит он тебя как инструмент использует вот ты нужен ему в таком статусе в альмике ему нужен как монах там наверно браман или кшатри кто он вот он вообще саньясу собирается принять то есть получается он как минимум кшатри если не если не брама то есть вот его кришна таким образом подтянул и использует то есть каждый действительно должен служить богу ну как выполнять свою тарму действительно находиться на самом деле находиться на своем месте все правильно если ты раскрываешься здесь на сто процентов зачем тебе переться куда-то там в саньясу вот тем более ты 37 лет тебе то есть такой возраст уже не мальчик так сказать но еще до 50 тебе далеко чтобы напраску там какой-то вот ну да да то есть ведическая система вар нашими здесь подразумевается за что мы меняем вар ашрам там с течением кого-то время то что вот допустим как вами кипра года ну то есть тут таких людей там единицы один на тысячу да там говорит ну это богатите написано что один из тысячи принимает вот значит такое но уклад и следует таким путем идет поэтому здесь да только мы мы как бы смотрим на этих людей мы ими вдохновляемся мы снимаем перед ними шляпу вот мы им служим вот это лидеры наше общество конечно не дают но все время вот таки не скажите не действительно говорят что каждая последующая варна она малочисленнее предыдущий то есть до шудр больше ваше процент ваше меньше кшатрию меньше а брамана вообще там их единицы так вот и даже описывается что за совершение одного и того же преступления это привар воровство до варна которая как бы выше стоит но выше это условно разные сроки получает если украл шудра да он там один срок получала раньше а если браман ликшатрий он намного больше срок потому что считается интеллект выше ответственность больше знаний больше уровень сознания уровень сознания больше вот так вот ну принципе раскрыли мы последнюю тему вот так вот зарачиваться ранее до постарались тоже наверно час или больше до ушло у нас времени я что-то даже не засек значит ну что юрий я благодарен тебе что ты раскрылся вот перед камерой не каждый это может не каждый захочет рассказал дай бог чтобы на пользу пошло моим зрителям что-то для себя взяли они с каждой моей беседы вот очень благодарен тебе за то что принял вот нашу семью вчера праздник мне такую и строил в баньку хорошую сводил в этот кафе хорошая говенда вегетарианная но это все будет на видео у меня вот ну что друзья пожелаем юрию вайшна удаст успехов в его бизнесе процветание его семьи здоровья его детишкам там может быть на третьего зайдете вот бог любит троицу да как как бог даст и для меня например самое главное духовного роста самоотверженности практике я от себя желаю чтобы у тебя шло как по маслу и чтобы ты стал ну не знаю примером для многих ну не только вайшнау кто в этой традиции но и для людей с друг с других традиций примером благостной благочестивой чистой жизнь спасибо хари кришна вам сай рам вот хватит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok